Друзьяшки, всем привет! Добро пожаловать на битву бастардов, где Джон Сноу против Болтонов сражается. Это реально крутая симуляция в игре под названием Ultimate Epic Battle Simulator Guy. Друзья, это просто жесть. В этой игре можно размещать на одном поле боя до 20 тысяч единиц войск, представляете? Это просто офигенно, реально классно, посмотрите. В данный момент у нас реконструкция идет, то есть симуляция битвы бастардов из Игры Престолов, друзья. Помните 9 серия Игры Престолов 6 сезона, если не ошибаюсь? В общем, это войска у нас Рамси, получается у нас впереди кавалерия, потом щитовики, и, соответственно, задние места занимают у нас лучники. А это у нас войска Джона Сноу, у нас пехотинцы, потом варвары, варвары из севера. Ну, пехотинцы у нас, получается, из темного дозора, да, черного дозора. О, жесть, просто пошли, пошли стрелять лучники Рамси, пошла кавалерия вперед. Мне очень нравится, как здесь кавалерия. Посмотрите просто, она просто сносит сразу, там, не знаю, десяток врагов одной кавалерии, да? Одной, одной лошади, простите. Вот, и вот пошла кавалерия в бой, в принципе, накосячила, перебила ноги, но, тем не менее, как вы знаете, кавалерия, если не стоит на месте, не стоит, ничего не делает, соответственно, ее очень быстро не будет перебить. Соответственно, у нас завязывается очень жесткий бой, а войска Рамси, потом пошла Кикота Рамси, да, войска Рамси наступают, друзья, их большое невероятное количество. Конечно же, они послабее будут, чем варвары, варвары с севера, потому что эти варвары закаленные, в общем-то, непогодой, они в суровых условиях живут, чем эти, в общем-то, слабые южане, да? Но, тем не менее, тем не менее, все-таки перевес в сторону болтонов, болтоны еще поливают стрелами постоянно, а у нас у Джона нет вообще стрел. Ну, честно говоря, нет у нас еще у Джона Меликана, почему-то, и, блин, видимо, глипу вам как-то не завезли. Но, представьте, какой потенциал у этой игры, ребят, это же жесть просто, здесь же можно, когда она выйдет, она не вышла, и это фигур, почему я снимаю, я думаю, друзья, чтобы ее не отвезли, и я вообще хочу, чтобы она вышла. Я думаю, если вас она заинтересует, вы тоже сможете помочь, чтобы она все быстрее вышла, и чтобы она стала лучше. Вот, то есть она очень похожа на ТАПС, конечно, не такая она смешная, как ТАПС. Тем не менее, просто прикиньте, в ТАПСе нельзя там 10 тысяч или 20 тысяч человек пустить. 20 тысяч человек, я не знаю, даже в Total War, по-моему, нельзя пустить, если не ошибаюсь. Если кто знает это в видео, вы можете мне ссылочку прислать. Короче, о, вот, кстати говоря, смотрите, о, офигеть, сейчас вот Рамси у нас, как помните, зажимает в тиски армию Джона. Со всех сторон идут щитовики с копьями, сейчас они будут их просто нахожать в окружении брать, и потом будут зажимать с всех сторон и колоть просто. Ужаская сцена, вот, что мы будем делать, приходит стороной. Ах, кошмар, и даже сзади, сзади, только вышли войска Рамси, вы видите, сзади тоже они... В общем, всех сторон зажимают в тиски, и это просто жесть полнейшая, потому что... Потому что теперь Джона будет очень не сдобровать на самом деле. Конечно, они во всех, ну, как бы, не везде, не везде они могут, смогут их зажать, потому что все-таки вайлеры очень сильные, они очень быстро пробивают строили, и, в принципе, вот некоторые бреши очень открыты, да, и через них там можно выйти. Тем не менее, это, в принципе, не системе точная симуляция, тем не менее, как оно примерно было, можно представить, да, это реально пиклика, ну, смотри, тут, в принципе, здесь вот можно очень легко пробиться, было бы Варарам целых незахотеем, тем не менее, тем не менее, все равно, это очень большие потери они не тут, потому что у них всех находились в флангов, из тыла, от руки, войска Аранцы просто, в поле, в поле, в зажимах, в тиски, и им просто не сдобровать, если внезапно не появится конница косовыного гнезда. Эхэм! Конница косовыного гнезда, смотрите, как просто такая дыра трупов появляется, это просто жесть, невероятный бой идет, жесткая, что просто полнейший, реально, Джона не может что-то делать, нужно конница косовыного гнезда, где она, блин? Ага, вот и конница косовыного гнезда, внезапно, ребята, подорвалась, и просто невероятно вливается в толпу Рамси сзади, и выкашивает всех врагов. Посмотрите, как красиво действует конница в этой игре, это жесть, просто гляньте, сколько выносит одна лошадь, лошадь, противника, бам, 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 просто как будто жесть, жесть, очень красиво выносит, смотрите, толпа просто в бой, вот, уже пала от конницы, очень красиво, смотрите, что делать. Жесть просто, то есть, блин, жесть, капец, смотри, очень красиво, конечно же, я бы на месте конницы, или, ну, не знаю, немножко рассредоточил бы свои войска, как минимум, хотя бы послал половину из них туда, вот, наверх, ногу к лучникам, а, в принципе, с левого фланга у нас варвары Джона Сноу сам по себе справляются с погонью, всех перебили, нормально, в общем-то, мне кажется, они и сами перебили, нормально, даже не нужна была бы конница, хотя, не знаю, хотя, может, нет, короче, вот такая у нас симуляция, друзья, битвы бастардов, ты, видите, гора трупов, реально, прям, я не знаю, то ли это у нас год, ну, полк какой-то небольшой, то ли беседа, гора трупов поднялась, но это просто невероятно круто, посмотрите, сколько, сколько воинов, какая битва, а теперь представьте, что это все можно много делать, это можно много, можно присоединяться в новые модели, виски, вы сможете в любую свои игры, фильмы, книги, реконструкции делать, симуляции, это же просто круто, друзья, реально, 20 тысяч имитров на одном поле боя, 20 тысяч, это вся карта, можно от мульт, реально, забита без скани, это же просто офигенно, друзья, я очень надеюсь, что вы поможете разработчикам, поддерживаете их, ну, также, вы можете поддержать их, я, поэтому очень, как бы, прошу вас поставить лайк, а также пошерить данное видео у себя в социальных сетях, вконтакте, например, да, поделиться данное видео, потому что, таким образом, вы дадите знать другим людям, что есть такая крутая игра и что можно ее поддержать, и, кстати говоря, если вы хотите какую-то свою симуляцию, да, если вы хотите какую-то битву, реконструкцию, напишите комментарии, и те комментарии, которые соберут больше всего лайков, соответственно, вот эти комментарии, друзья, я потом отправлю разработчикам, чтобы они сделали симуляцию, сейчас вам покажу еще одну какую-нибудь, блин, ребята, я даже ошибся, прикиньте, здесь даже можно воевать, я не знаю, здесь можно разместить 100 тысяч юнитов, 100 тысяч, Карл, блин, ну, такого даже в казаках, по-моему, не было, это же жесть, ребят, вообще, смотрите, как видите, в этой игре можно, в принципе, любые модельки разместить, какие вы захотите, потом можно, да что угодно, любой вселенной, кого угодно добавить, как вы захотите, даже любые какие-то смешных юнитов, какие-то детские игрушки, да все, что угодно можно сюда добавить, в общем-то, любые реконструкции делать, танки, там, я не знаю, будущее, сневековые рыцари, прошлое, все, что угодно здесь можно разместить в виде моделек и так далее, и, как я говорю, битвы могут быть невероятно крутыми, там, до 100 тысяч юнитов, сейчас я вам пруф сделаю, вот, смотрите, вот, вот, пожалуйста, пруф, 100 тысяч юнитов на одной поле битвы, гигантские просто, гигантские бои, как видите, друзья, просто лагает, у разработчика лагает игра, потому что, блин, 10 тысяч воинов на одной, одной карте, это, это, это жесть, это просто жесть, гляньте на это, блин, ну, я не знаю, здесь можно любые фантазии лизовать, просто какие вы захотите, просто любые, и когда ты смотришь на эту баталию, да, ты представляешь, как бы, невольно, какие гигантские битвы были в реале, ведь 10 тысяч воинов, это не самые большие битвы, которые были, были воины там, не знаю, и на 200 тысяч человек, и выше, и ты понимаешь, какие масштабы на самом деле, а что творилось после битвы, это просто жесть, наверное, было, это, потом убирать надо было, наверное, неделю, пару недель, так минимум, жесть, кошмар, и, кстати говоря, мне очень радует, вот, именно, что гибкость движка, что можно модели менять, что можно кого угодно подставлять сюда, анимации менять, это очень здорово, то есть, в принципе, разработчики на протяжении, там, всех своих видео, они показывали, я вам потом в следующих видео покажу, если вам будет эта игра интересна, покажу, что они просто абсолютно разные, ну, как бы, разные, там, воина подставляли, разные боевые единицы, абсолютно, там, разные модельки и так далее, и это все очень здорово, сочно, красиво выглядит, вот, то есть, в принципе, масштаб для битвы невероятно большой и крутой, реально крутые битвы могут быть здесь. Друзья, вот такая вот классная игрушка, 100 тысяч человек на одной карте, это, конечно, вам не ТАПС, там, где смешные, прикольные, болванчики падают, друтся и так далее, но все же, все же, при этом, при всем, потенциал в этой игре гораздо, гораздо выше, чем у ТАПС, реально, то есть, в ТАПС, в принципе, там, ну, я вижу, это небольшие битвы, там, ну, всего движков, наверное, там, максимум можно, ну, если оптимизацию еще подстроить и так далее, ну, я думаю, до 500 человек, до 1000 человек максимум, это максимум, это максимум, все-таки, там, 3D, 3D, эти самые анимации, 3D персонажи, анимации, то есть, движения и так далее, то есть, очень все это сильно бьет по процессору, по системе и так далее, даже если учитывать, что там оптимизацию можно провести, а здесь же 100 тысяч человек, это как казаки, только, знаете, в таком 3D стиле, ну, очень круто, и с видом сверху, в общем-то, круто, круто, реально, мне очень нравится. Если вы также, ребят, хотите, чтобы эта игра как можно быстрее вышла в, хотя бы в раннюю версию, да, то есть, в альфа-версию, там, ранний доступ, или хотя бы полностью вышла, да, чтобы они внедрили все, ну, больше всяких приколов, не забывайте, друзья, лайкнуть данное видео и поделиться им с друзьями. Если вы это сделаете, соответственно, побольше людей узнает об этой игре, заинтересуются ее, материально поддержат, либо вообще будут о ней говорить, и этим самым вы ускорите ее выход, потому что разработчик смотрит на реакцию людей, если он видит, что людям это надо, он, конечно же, мотивируется и быстрее делает, допиливает ее. Поэтому все от вас полностью зависит, друзья, если хотите, чтобы она вышла, не забудьте лайкнуть данное видео и поделиться данным видео в ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. Это очень-очень важно, друзья. Все, на этом все, если вам это интересно, напишите, опять же, сценарий битвы, который бы вы хотели увидеть, я отправлю этот сценарий битвы разработчикам, и лучшие комменты, которые соберут больше всего лайков, как раз я их отправлю, и, возможно, какая-то из ваших битв будет внедрена в следующих видео. Вот, соответственно, друзья, всем спасибо, пишите ваши комменты, лайкайте, шарьте данное видео, и до встречи, а, между прочим, новое видео я, опять же, буду записывать, если мы соберем много лайков на данном видео. Все, всем удачи, друзья, всем пока!